Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Они составили почти полтора миллиарда рублей. Это на 20% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Программа Экономика. Открытие ТРЦ на Луганской отложили. Сроки сдвинуты с конца этого года на второй полугодии 2019-го. Сейчас площадка федеральной компании Макси Девелопмент на улице Луганской пустует, но от проекта инвестор не отказывается, пишет навигатор. Он планирует построить двухэтажный торгово-развлекательный центр и гипермаркет товаров для дома. ТРЦ должен стать крупнейшим в городе. Турки заинтересовались кировским лесом. Крупная международная компания Кастамону готова к сотрудничеству с лесозаготовительными организациями Кировской области. Заходом инвестора может решиться проблема свалок древесных отходов, считают в Кировском министерстве охраны окружающей среды. Но для начала работы есть препятствия вывоз отходов в деревообработке в крупных объемах, ограничивают серьезные затраты на сертификацию и вопросы железнодорожной логистики. Эти темы предприниматели обсудили с кировскими чиновниками, которые намереваются разобраться в проблемах и все же добиться работы турецкой компании в Кировской области. Программа «Экономика». К другим новостям. Агентство «Фич» подтвердило рейтинг Кировской области. Международное агентство провело анализ по целому списку показателей социально-экономического развития, работы с бюджетом, изучило структуру государственного и муниципального долга. В результате оно подтвердило рейтинги Кировской области на уровне BB- и прогноз стабильный. На этот уровень по оценке «Фич» область вышла в прошлом году. До этого эксперты давали негативный прогноз по региону. Кировчан ждут массовые суды за неуплату налогов. На сегодня налоговая служба направила более 33 тысяч исков к должникам по имущественным налогам. Их сумма – почти 200 миллионов рублей. После суда, кроме долгов и пени, должник будет обязан оплатить госпошлину за рассмотрение дела в мировом суде. Это 2% от суммы иска, но не менее 200 рублей. Затем придется заплатить исполнительский сбор. Это 7% суммы и минимум 1000. Кроме того, должника могут лишить права выезда за границу. Узнать о задолженности по имущественным налогам можно в МФЦ. Туда нужно обратиться с паспортом. Налоговики запустили мобильное приложение для ИП. Через него можно войти в личный кабинет налогоплательщика. Там можно проверить информацию о начисленных уплаченных налогах, о долгах, получить выписку из реестра индивидуальных предпринимателей, узнать дополнительную информацию о прохождении своих документов и по другим вопросам. Приложение доступно в App Store и Google Play, а также на официальном сайте налоговой службы России на странице сервиса «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя». Сейчас в Кировской области личными кабинетами на сайте налоговой пользуются 223 тысячи физических лиц, полторы тысячи организаций и более трех тысяч индивидуальных предпринимателей. Коротко несколько цифр. 15 миллионов евро вложат инвесторы в дерево, перерабатывающий завод в Апарино. 400 рабочих мест создали за год предприятия-получатели налоговых льгот. За неуплату 62 миллионов рублей налогов будут судить экс-руководителя завода 1 мая и главного бухгалтера предприятия. В завершении о валютах доллар стоит 59 рублей 9 копеек, евро 67.50. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM.